Сегодня жители Щекинской пятиэтажки наконец смогли без страха зайти в свой подъезд. После пожара он простоял обугленный год. Дело ускорилось после вмешательства Алексея Дюмина. По поручению исполняющего обязанности губернатора, подъезд отремонтировали. И не только подъезд. Это не подъезд, это беда. Это беда. Вот так выглядел злополучный подъезд, когда Галина Генералова встретилась с генералом Дюминым. А было это две недели назад. Сегодня Галина Федоровна приняла работу. Поставили новую коровку, нам сделали вот эту, там вот, дверь вот новую сделали вообще все. Пластиковые окна поставили наверху. Электричество сделали такое, что вообще современное. Просто заходишь, он раз, загорается и все. Я хочу сказать, когда хотят, то могут. Управляющая компания уложилась в две недели. По ночам работали? Ну, по ночам, конечно, не работали, потому что шумовый режим как бы не нарушаем. Но уложились в две недели. Полностью косметический ремонт подъезда, замена пластиковых окон, восстановили полностью тамбур, пластиковую дверь поставили в тамбур, электропроводку полностью заменили. Основная причина того, что людям пришлось ждать, это была смена управляющей компании, которая произошла в конце прошлого года. Соответственно, старая компания эту работу не провела. Новая компания, возникали вопросы по тем объемам и по сбору денежных средств для выполнения этих работ. Но сейчас компания сделала передвижку средств внутри себя и деньги на ремонт этого подъезда нашли. Также управляющая компания занялась соседними домами. Двор этот проездной и жители просили установить лежачего полицейского. Мы просто счастливы. Это, оказывается, благотворительная помощь, что полицейские у нас положат, нашей управляющей компании. Это просто неожиданно. И потом еще придомовая территория. Да только мы заикнулись. Вы представляете, уже выбрали самые-самые страшные подъезды. Уже вчера вечером приехали, посмотрели, подняли асфальт. Сегодня уже люди работают, чайбонку кладут, и к вечеру у нас будет лежать асфальт. Пока мы вели съемку, у подъезда собрались и жители. К управляющей компании всегда много вопросов и пожеланий. Мария Кузнецова, Олег Антонов, Вести Тула.